Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные булоги Крым из Мэн! Чё-то ты меня перебиваешь, ты грёбаная газелька. Короче, у нас сегодня мы поддерживаем Женин трип по кофейням и идём в первую кофейню под названием Чупа-Кофе. Мы-то уже с вами там были, но мы-то, блин, такие елопни. Нам чисто вкус и невкусно. А Женя, ты знаешь, да, чё, как? По вкусу, не по вкусу. Всё-таки человек работает в этой специальности, в этой стереи. А чё, студенчики работают сегодня? Ой, учатся? А, ну сегодня суббота же! Скажи особенность, что мы заметили. Обычно же наоборот как-то и овощи. Что-то мы, короче, и зарисовал. У нас сейчас, по-моему, как-то мозг сломался немного. И вот такой стал мозг, вот такой же, как этот бетонный кактус. Мистер Аспрессо. Ну, твою реакцию нельзя не записать. Сейчас ты, короче, в пух и прах либо разобьёшь нам, чё, по кофе? Либо скажешь, что всё круто. У меня обжаривают хорошую афиопию. Чёрт возьми. Всё плохо? Нет, всё. Здесь большое количество студенчиков. Студенчики, учиться надо, блин, а не кофе пить. Я в своё время кофе не пил, блин, всякое. Нет, мы тоже пили. Мы пили только три в одном, да. А, ну мы тоже. С 10 рублей. Мы тоже. У нас автомат... Нет, не автомат. Блин, а где мы пили? Автомат был. Да, был автомат. Короче, двигаем теперь в территорию кофе, что ли. Чтобы вы понимали, Женя просто баристая и, ну, давно. Поэтому ему интересно попробовать здесь всё. Мы здесь уже однажды были. Территория кофе нам здесь, мне понравилось. Посмотрим, чё Женя скажет про эспрессо. Ну, говори же, говори уже. В тот раз капучино, да? Да, в тот раз капучино, стандартный, 160 миллилитров. По-моему, мало галков. Да? Да, галков 2,8. Капит, для них, не самый тричный. Мы в очередном месте, мистер кофе. Который на красный. Да, на красный. Теперь их несколько по городу. Ну, как минимум, два. Несколько. Ну, мы просто не были. Другие были добрые. Всё. Ребят, вот это вот, вот это прям вообще по кайфу. Когда на газоне около администрации ты можешь спокойно валяться вот так вот. Дрыгаться, с семьёй сидеть. И тебя никто не гонит. Типа из-за того, что это администрация, уходите с нашего газона. В хрен, в сумку. Это всё общее. Вот так вот. И вот такая вот полиция напротив стоит. Вот в таком вот гольфкаре. И типа вообще всем всё разрешает. Кроме, как нарушение закона. За это они вас сразу посадят в гольфкар. Увезут в гольфкаталажку. Короче, мистер кофе вообще боком пролетел. Потому что там баристы. Тот, которого мы не знаем. И вот тут приготовил очень, очень не очень. Очень не очень. Ну и только смесь какая-то непонятная. Ну и чувак готовил не очень клёвым. Посмотрим, что про тревелер скажет Женя. Захотели фурровер. Нам предложили непонятные зерна. Мы выбрали анфилопию. Нам принесли кемикс. Я сюда больше не буду. Я вижу, как мне это нравится. А почему он, кажется, какой-то расплавленный? Он легкий. Он легкий, легкий. Это с кричком, да, по-моему? Даже для меня, хотя я не люблю это. Как всегда, всё люди портят. Всё портят люди. Тревелер сегодня не в почёте оказался. А что сегодня, получается, лучше всего было? Чё по кофе? Да, чё по кофе? Ну, блин, там умнее, свежее. Там сложно запоролить. Не, ну вместо мистер и кофе запорол бы, чувак, в принципе. Да. Короче, всё готово к первомайским всяким парадам, шествиям. На 9 мая. Да, да, да. О, это вот откуда. Это просто отражалось. Фига они там колоночки поставили. Короче, сегодня вообще дико кофейный день. Мало того, что прошвырнулись по кофе, по кофешечкам. Так, сейчас ещё и будем мутить. Ну, как будем? Я, короче, ножек всё это спихнул. Женя, чё за зёрна? Расскажи, ты нам привёз. Зёрна Коста-Рико-Ла-Корделиа-Таразу. Высота произрастания 2000 метров, 200 примерно. Их как бы не... Ну, я думал, ты проще скажешь. Типа, ну, зёрна вкусные. Основные ноты. Это персик, абрикос, жасмин. Персик, абрикос послевкусие, жасмин основной флау. Всё, готовить будем 5 минут на среднем помоле. Чётенько. Я забыл доставить аппаратуру. Волшебный кофейный ящик. Оставляю тебя. На 5 минут. 5 минут, 5 минут в турецкий. Смотрите, отвернулся, блин, и делает втихаря. Секрет какой-то не показывает. Мы, короче, взяли чайничек у алистинных родителей. Вот такой. Чтобы, главное, носик был тоненький. Но он всё равно какой-то гумозный. Может, он срывается с него водичка. Пошло колдунство. Здесь, короче, должно будет появиться спустя 5 минут. Я-то знаю, что мне в любом случае понравится. Поэтому просто сейчас буду кайфовать. Ну, я чувствую нотки кофе. Нотки кофе и воды. Нет, блин, да клёво вкусно. Я люблю альтернативы. Надо тоже, конечно, блин, научиться шарить. А может быть, это просто не дано. Может быть, мои вкусовые рецепторы не смогут распознать ничего. А иду сюда. А иду сюда. А иду сюда. А иду, иду. Иди попробуй. Он, кстати, очень такой мягенький. Кисленький. Кисленький. Ну да. А я не чувствую кислости. Ну, нет такого, что там, типа... Ну, я не чувствую, что кислота преобладает, типа, надо горьче. Мне кажется, сначала кисло, а потом горько. Да ты шаришь, походу. Да я еще не шарю, а я еще хуже тебя. Напились мы кофейка вкусненького. Вот, почти что угадали по мол. Черники. Черника. Вот, короче, мы решили замутить трансляцию очередную. Вчера пропустили. Мы хотели до Крыма там прям частенечко транслировать, чтобы, опять же, скажу по-честному, неувиливая, подонатить, точнее, пособирать донаты на поездку. Чтобы... На львом. Да, чтобы отбить, может быть, дорогу или что-нибудь типа того. Потому что, потому что, короче, у нас в планах ехать еще не в Крым, а кое-куда подальше. Поэтому нам нужны деньги. Вот, скажи честно, как есть. И сейчас будем мы транслировать на Кэму из Мэн, не на Жираф ТВ. Вот отсюда. Вот так вот. На фоне черной стены. И попивохивать. Это красный чай, да? Да. Вот. Женя с Дашей привезли нам чаи, ну и кофе. Мы сейчас пили, ну вы как бы все в курсе. А еще и чаи есть. Есть пуэ и вот красный. Мы его второй раз завариваем, но он должен прям быть вообще сочным. Поехали. Трансляция. Ну и, конечно же, печеньки. Как же без них? Ну все, провели мы трансляцию. Просто два часа, двадцать минут. Это было долго. Это было круто, интересно. Вас было много. Максимум, по-моему, сто восемьдесят человек. Сто восемьдесят с чем-то человек. Мы проводили на канале Кэму из Мэн. Вот. Сейчас немножко отходняк такой от трансляции. И, блин, такая инфа сейчас нас поразила немножко. Леша был, Леша с канала Вилтестони был тоже на трансляции. Вот. И написал нам, что паром... Из материка, короче, в Крым, грубо говоря. Из Краснодарского края в Крым. А, стоит полторы тысячи... Ой, тысяча семьсот за машину и сто пятьдесят рублей за человека. То есть нам туда и обратно, чтобы на пароме сгонять, четыре тысячи нужно будет. И мы такие, ааа, мы как-то что-то не ожидали такое. Мы просто не узнавали цену и думали, что, ну, ну, две, там, две с половиной туда-сюда будет стоить. Ну, да, да. А то четыре тысячи. Две максимум, если честно, я думаю. Короче, мы подсчитали. За Бенц и за паром это уже выходит где-то восемь с половиной тысяч туда-обратно на Бенц. Это только до Ялты и обратно, естественно, никуда не ездя, там, не в Симферополь, не в Генеральские пляжи, вообще никуда. Короче, десять тысяч минимум. Короче, будем что-то думать. Походу, нам нужно чаще мутить трансляции с донатами. Сегодня, кстати, большое спасибо всем, кто задонатил. Надо что-то продать. Надо что-то продать. Да, что-то продать надо. Покупайте, ребята, кстати, вот такой вот объектив продаю 135 миллиметров. Продаю вот такой вот объектив, 1855, китовый, с моторчиком STM, бесшумный моторчик, очень классный объектив, советую, покупайте. А, я серьезно, кстати, продаю. Если кто-то из Краснодара, да или не из Краснодара, в принципе, это оставить. Мы покупали и отсылали уже как-то. Никон, да, мы отсылали, было такое. А вот поэтому, короче, у нас сейчас немножко с финансами вопрос такой, а будет, будет? ТО! ТО! Вот слишком, мы 17 тысяч на ТО отдали. Ну, там тоже как бы, блин, мы в машину, до которой мы поедем. А что нам, надо было ехать на неисправной машине, грубо говоря, тоже не круто. Можно было влететь в такую копеечку потом, если коробка передач полетит. Тоже, в общем, ладно. Пойдемте в скейт-парк и немножко отдохнем от этих мыслей. Мы ничего не жалуемся, не имейте мне. Не, это просто, ну, блин, это наша жизнь в этом влоге, поэтому вот сейчас такие у нас немножко мысли. Мы просто делимся. Мы в скейт-парке, ребята. Сейчас буду пытаться съехать откуда-нибудь. Да не засуну. Закончим. Надо потому что резко это делать. На видосах, кажется, намного проще. Надо потому что резко это делать, мне кажется. Но при этом из-за того, что ты это быстро делаешь, от этого еще страшнее. Пока. Ты придумал новую игру бегать за скейтом. Короче, мы типа все всегда умеем. Но просто наш мозг нас останавливает. Типа того, как-то. Опять все. Можно. Очковый наверху разворачивался. Короче, я поняла прикол. Как только я достаю камеру и начинаю снимать, у Миши ничего не получается. Лизки прохладно, а мне вообще ништяки. Но я чисто катаюсь, и вот на этих колесах круто бешуно. Все-таки здесь дома, люди спят, возможно. Ну, хотя спотят 11 вечера. Ну, почему? Может и спят. Может и спят. Короче, ладно. Ну, я их практически бешуно катаюсь. Неправда. Это даже прикольнее, чем трюки делать. Ну, сейчас. Мне так кажется. Ладно, наверное, хорошие. Кстати, вообще, ребят, не забудьте, не забудьте, что 20 мая, мы будем сейчас это частенько говорить, 20 мая в Краснодаре будет сходка с подписчиками. Она же будет концертом в Озмоле в Атриуме 18.00. Ссылка в описании. И плюс еще одна ссылка на предзаказ альбома, которая будет записываться в путешествие в Крым. Начнется в Краснодаре. По Крыму записи будут live. Будут три версии альбома. Об этом, обо всем можете тоже по ссылке в описании пройти, прочитать и поддержать нас. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Покеда! Супер трюк! Сик-сик! Сик-сик! Субтитры сделал DimaTorzok